Всем привет, мои дорогие ютуберские! Давненько не баловал вас своим вниманием, но надо сделать ролик, чтобы подвести итоги первой части чемпионата. 7 туров в чемпионате России, 3 тура в Кубке России, закрылось трансферное окно, есть о чем поговорить. Наверное, нет смысла большого говорить про матч с Балтикой, который состоялся уже 2 недели назад практически. 3-0 вели после первого тайма, 2 мяча пропустили во втором, все говорят про 2 разных тайма, но по факту там не было 2 разных тайма, там была просто шикарная реализация от нас в первом тайме, где у нас залетело 3 гола с 3 моментов. И отвратительная реализация в тайме втором, где у нас было еще 3 момента, когда можно было забивать, но после этого мы не забили ни одного. И Балтика, которая забила свои 2 голы во втором тайме, но после того, как она забила второй, у нее больше не было ни одного момента, чтобы забить, и даже толком не получилось поволноваться за итоговый результат. Волноваться, конечно, мы все равно волновались, потому что это локомотив, и потому что, в принципе, всегда ожидаешь какого-то подвоха, мало ли, что там произойдет на последних минутах. Ну, просто по факту Балтика не нанесла ни одного удара в створ локомотива, в створ ворот локомотива после того, как счет стал 3-2, и наоборот у локомотива были еще возможности, чтобы забить 4-5 гол, но никак не удавалось. Большого смысла рассуждать об этой игре сейчас уже нету, была и была, забыли. Но, что важно, локомотив вышел на позицию в 12 очков после 7 матчей, 1,8 очка за игру, что, в общем и целом, очень даже неплохо, если бы не ничья с Рубином в первом туре, допустим, там бы мы каким-то образом одержали победу, у нас было бы 14 очков после 7 туров, и это хороший показатель, 2 очка за игру, чемпионский график, как его часто называют. И сейчас бы мы могли бы прицеливаться, примериваться к тому, что вот мы, допустим, обыграем Оренбург, и до Краснодара у нас будет 1 очко, вполне себе борьба за лидерство, как она есть. Но, увы, этого не произошло, и у нас всего 12 очков, и особая важность приобретает игра с Оренбургом, особая важность любая игра приобретает, но из-за того, что мы потеряли очки с Крыльями Советов, с Рубином, с ЦСКА, с Краснодаром, нам нужно завоевывать очки 100%, ну и в частности завоевать их с Оренбургом, с Зенитом через тур, там уже будет все гораздо сложнее, и я буду рад, если мы хотя бы 1 очко завоюем, но вот сейчас с Оренбургом эти 3 очка очень нужны, если мы их забираем, то мы уже прыгаем прям вообще в когорту борцов за тройку сильнейших, может быть и в саму тройку впрыгнем, в зависимости от результатов, которые будут в чемпионате в воскресенье. Но в любом случае будет уже очень сложно говорить про кризис в Локомотиве, когда Локомотив от первого места будет на расстоянии одной победы, ну, наверное, кто-то сможет, у нас журналисты талантливые, но, прямо скажем, это будет немножечко сложнее. За эти две недели в Локомотиве произошло два события, которые прям требуют упоминания, одно событие связано с уходом, второе событие связано с приходом. Я много говорил про уход Исидора, но это было на трансляциях, это было на Бусти, это было в чатике телеграмовском, поэтому давайте для вас ютуберских тоже скажу пару слов, потому что вы наверняка будете меня спрашивать в комментариях или еще где-то, кстати, оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, это все очень важно и все очень нужно для продвижения нашего локомотивского мнения в массы. Так вот, уход Исидора оказался очень эмоциональным для многих болельщиков Локомотива, но не для меня. Я вот как-то близко к сердцу эту историю вообще не воспринял. Исидор был очень приятным молодым человеком, который признавался в любви к клубу, признавался в любви к болельщикам, болельщики активно отвечали ему взаимностью, тоже полюбили парня французского, красивого, молодого, талантливого, который еще и голы забивал достаточно часто. Но у меня, например, такой вот прям вот жесткой любви с Исидором не случилось. Я четко понимал, что Исидор пришел в Локомотив для того, чтобы заиграть после неудачных попыток в Монако, после того, как он в третьей французской лиге неплохо позабивал. Он пришел в Локомотив для того, чтобы показать себя потенциальным покупателем из чемпионата Франции, ну или из каких-нибудь других больших клубов. И я прекрасно понимал, что Исидор не задержится надолго в Локомотиве. А когда такие футболисты в Локомотив приходят, то и большого смысла любить их, влюбляться в них и ожидать, что вот они проведут всю карьеру, никогда не предадут и будут нашей гордостью. Ну, наверное, немножечко инфантильно. Я таких футболистов уже повидал, и БК-БК таким был, и у нас уже уходили там Ян Кухта совершенно неожиданно, Джранекер, который тоже был немножечко ближе мне, потому что это была моя селекционная находка в свое время. Ну и он тоже кинул Локомотив, и он тоже ушел. Поэтому я чего-то такого от Исидора ждал, и окончательно для меня вот это вот мнение настороженное по отношению к Исидору сформировалось, когда он весной неожиданно решил полететь на медосмотр во Францию, провалил этот самый медосмотр, потом исчез на несколько месяцев, потом начал подпускаться к матчам Локомотива и выходить на заменки. И, ну, у меня уже была какая-то настороженность к нему. Потом, когда он в августе просто начал отвратительнейшим образом играть, вообще не на своем уровне, выходил и проиграл все единоборства подряд, не мог отдать ни одной передаче и вообще особо ничего на поле не делал, у меня уже появилось четкое понимание, что этот игрок хочет всеми правдами и неправдами из Локомотива уйти. Ну, собственно, концовка вообще меня уже не удивила. Удивило то, что Исидор решил стрельнуть себе в ногу и не возвращаться в Локомотив. Для меня это было просто странно. Но вот то, что он уехал из Локомотива на медосмотр во Францию, для меня большим удивлением не стало, потому что эта история повторяется уже второй раз. Ну и, соответственно, когда трансферное окно в Европе закрылось, Исидор никуда не перешел. Ну, то, что он ушел в Зенит, ну, по большому счету, честно говоря, меня вообще никак не задевает. Знаю, что многие Зенит ненавидят, а Исидоры любят, и поэтому, когда их любимый игрок уходит в нелюбимый Зенит, это, соответственно, двойной бадхерт. Но для меня, по факту, Исидор не является игроком основы Локомотива. Да, возможно, при другом тренере, при другой концепции игры Исидор был бы важным, ключевым футболистом Локомотива. Но и то в этом есть определенные сомнения. Но в системе Галактионова Исидор точно не был системообразующим футболистом. Он выходил в стартовом составе раза три. И в эти три матча у него только вот в Кубке России против Урала действительно было какие-то важные игровые действия. Забил гол, отдал голевую передачу, тем самым принес нам победу над Уралом в Кубке. В остальных матчах он там выходил с факелом и просто растворялся на поле, вообще ничего не делал. Было довольно странно смотреть. Ну, и я прекрасно понимал, почему Галактионов его в старте не использует. Выходя на замену, Исидор приносил гораздо больше пользы, потому что, ну, какое-то чутье у него есть. И от подуставших соперников Исидор, соответственно, приносил больше пользы. Но даже при всем при этом сказать то, что вот он там забил 8-9 голов после выходов на замены, что эти голы прям сильно важны были для Локомотива и приносили нам кучу очков, ну, тоже же неправда. Да, была ничья с Крыльями Советов, была ничья с ЦСКА и была ничья с Рубином. Ну, 3 очка дополнительных нам Исидор привез своими голами после выхода на замену. Ну, не сказать, что это прям какая-то суперкрутая статистика, без которой мы, ну, никак не сможем играть. Хотя все равно обидно, что мы отдаем этого футболиста не в Европу, не за 10 миллионов евро, а всего там за, допустим, поверим на горных, что это было 6 миллионов евро. Все равно обидно. Я понимаю прекрасно, почему людям это обидно слышать, людям это обидно видеть, и они в этом винят руководство Локомотива. Но ничего с этим поделать не могу. Прекрасно понимаю их. И остается только посмотреть, что будет у нас в конце сезона. Сколько забьет Исидор за футбольный клуб «Зенит», сколько забьет Владислав Сорвелли и Тимур Сулейманов за футбольный клуб «Локомотив», и насколько «Локомотив» очков окажется ниже «Зенита», а может быть и не окажется ниже «Зенита». Кто знает, может быть окажется, что «Локомотив» обгонит «Зенит» по итогам года, и тогда все вопросы о том, что нельзя было отдавать Исидора в «Зенит», вообще сами собой отпадут. Ну, вариант, конечно, мало реальный, но мало ли. Российский футбол штука такая. Соответственно, «Локомотив» оказался в ситуации без нападающего, и в этой ситуации «Локомотив» уже обязан был искать замену для Дзюби, потому что если с Исидором у тебя еще есть какие-то варианты использовать Исидора как нападающего, если Исидор в нормальной своей форме и в нормальном желании играть в футбол, то футболист сильный и нападающего сыграть может. Но когда у тебя нету даже Исидора на позицию заменить Дзюбу, то здесь уже прям совсем плохо и совсем сложно играть в концепции, в которой Галактионов говорит о том, что он будет играть в одного мощного форварда и не хочет пока менять стратегию, не хочет пока команду путать и учить какие-то другие схемы, например, с Сарвелий и Глушелковым двумя нападающими. Ну, его право, опять же, ему отвечать за результат, и если в конце зимы результат окажется более-менее положительным, если у Локомотива будет много очков, если мы будем близко к первому месту, то, ну, какие вопросы к Галактиону. Пока все очень даже неплохо, и все еще после сыгранных семи туров и после весны Локомотив по сумме очков за 2023 год выше и впереди планеты всей, и больше, чем у Зенита, больше, чем у ЦСКА и любой другой команды в российской премьер-лиге, по-моему, дает нам определенные основания для того, чтобы дать карт-бланш Галактионову, Ульянову, Нагорных и как минимум перестать говорить, что они вообще не понимают и превращают Локомотив в Химки. Локомотив, превращенный в Химки, заработал бы за эти, там, сколько мы уже сыграли, 30 матчей, очков 20. Мы же заработали больше всех, и все-таки, наверное, стоит поумерить свои амбиции спортивных директоров и желание рассказывать всем подряд, как нужно делать, потому что предыдущие люди, которые пытались сделать Локомотив самым сильным, таковым похвастать не могли. Вместо Исидора и на подмену Дзюбы был взят Тимур Сулейманов, и это очень, с одной стороны, очевидный выбор, потому что, ну, Тимур Сулейманов, это, наверное, самая ближайшая замена Дзюбе из тех, до кого можно дотянуться, если мы не говорим про Соболева, про Камличенко, про... Кто у нас еще из больших форвардов? А, Заболотный в ЦСКА играет. Да, если не говорить про этих футболистов, то Тимур Сулейманов напрашивающийся выбор. Он играл в паре НН Галактионова. Это воспитанник Локомотива. Его сам Галактионов вызывал в молодежную сборную, где там тоже Сулейманов неплохо себя проявлял. Ну и плюс по статистике, если посмотреть, то Дзюбе и Сулейманов будут всегда на соседних позициях по количеству единоборств, по количеству единоборств вверху. Да, у Дзюбе качество этих самых единоборств гораздо выше. У Дзюбе оно выше 50% успешность единоборств. У Сулейманова оно порядка 35%. И это, конечно, говорит о том, что Дзюбе игрок классом выше, чем Тимур Сулейманов. Но по активности, по тому, как навязывать борьбу сопернику на чужой половине поля, по тому, как цепляется за мячи, Тимур Сулейманов один из лучших в нашей лиге. И удивительно, что удалось его получить за довольно небольшие деньги, всего 100 тысяч долларов за аренду Сулейманова. И последующий выкуп, если он совершит 7 голевых действий, за 600 тысяч евро. Ну, на мой взгляд, это прям, ну, считай, подарок. И, глядя на эти цифры, я просто не понимаю, почему нельзя было Сулейманова взять в начале трансферного окна. Но взяли, и он у вас уже есть, а дальше вы смотрите. Ну, заиграет Сулейманов, то хорошо, и тогда не нужен тебе больше никакой нападающий. А если не заиграет, то вот у вас еще есть пара месяцев, и вы сможете привезти этого Перота или еще кого-нибудь. Короче, я просто не понимаю. Кандидатура Сулейманова напрашивалась еще прошлой зимой, когда пришел Галактионов, когда оказалось, что у нас есть проблема с нападающим, который цепляется за мячи, Игнатьев никак не мог с этой ролью справиться. Ну, первая кандидатура, которая возникала, тогда еще не была на радарах Артема Дзюба, это был Тимур Сулейманов. Опять же, хорошо знакомый Галактионову футболист. Локомотив же проигнорировал Сулейманова. Говорят, что Леонченко активно хейтил эту кандидатуру. И только-только вот в конце сентября, в конце трансферного окна в сентябре, решили, что все-таки, наверное, никого лучшим найти не смогли, поэтому давайте возьмем Сулейманова. Надеюсь, что Сулейманов очень быстро вольется в коллектив, что ему не нужно будет время на раскачку, что он прошел предсезонку с парей НН, находится в хорошем игровом тонусе и сможет заиграть сходу, с лету, и не будет с этим больших проблем. Но мы уже потеряли ряд очков из-за того, что у нас Дзюба в августе выпал, и замены Дзюби не было. Из-за всего этого, наверное, вот моя оценка трансферной компании Локомотива, она колеблется между тройкой и четверкой. Мне кажется, что очень странно забывать о том, что Локомотив вернул трех футболистов из аренд в это трансферное окно, и эти футболисты активно за Локомотив играют. То есть мы вернули Сильянова, и он уже выходит у нас на кубок, он у нас выходит на замены, и наконец-то начал играть в футбол. Мы вернули Евгения Морозова, на мой взгляд, очень сильного центрального защитника, который в паре с Лукасом Фасоном могут образовывать едва ли не сильнейшую пару центральных защитников. Это моя святая уверенность, вы можете сколько угодно с этим не соглашаться, писать в комментариях, что я полный дурачок, но даже уже Владимир Семенович Кузьмичев соглашается, что тройка центральных защитников Фасон Погоснов и Морозов это достаточно неплохая тройка центральных защитников перспективных, которые от матча к матчу будут играть все лучше, и большой проблемы в центре обороны у Локомотива теперь нет. В атаке проблемы есть. В обороне все-таки стоит доверять Фасону Морозову, на мой личный взгляд, мы можем с ними играть матчи на ноль вообще без проблем. И это Дмитрий Рыбчинский, который так или иначе позицию правого полузащитника после ухода Комано закрывает, действует довольно стабильно, не очень ярко, это, конечно, там не Зиньковский, не Банганда, не Малком, никто там еще играет на правом краю в российской лиге, но это вполне добротный правый полузащитник, который ниже своего определенного уровня не падает, берет мячи, тащит их вперед, отдает штрафную, помогает забивать команде. В общем, да, вот это Троица, плюс Самошников, плюс Сорвелли, плюс Сулейманов, который пришел, ну, 6 человек пополнили команду этим летом. В плюсе к тем футболистам, которые пополнили команду еще прошлой зимой, у нас тогда пришли Лантратов, пришел Дзюба, пришел Глушенков, пришел Пеняев, это тоже игроки, все в основу Локомотива. И в итоге, ну, это уже 10 человек, которые пополнили команду в 2023 году, ну, куда еще больше-то. Конечно, хочется икры, так называемой, хочется яркой звезды, которая бы пришла и начала делать разницу. И, ну, у нас довольно давно ее не было. Последний вот яркий футболист, который мне прям очень нравился, и был куплен из-за рубежа, это был Ян Кухта, это был январь 2022 года. Ну, прям совсем, совсем крутых футболистов мы не покупали, наверное, года с 2018, когда был куплен Крыховик, прям вот уже звезда по меркам российской премьер-лиги. Да, ну, давно этого не было. Пять лет без ярких трансферов, конечно, любой болельщик будет чувствовать себя обманутым. Но, и я сам, да, тоже надо сказать, что я поклонник стратегии, при которой Локомотив покупает футболистов ярких со всего мира, потому что одной только России сыт не будешь, и действительно тяжеловато одерживать победы в чемпионате России и претендовать на золотые медали совсем без трансферов извне. Даже вот в 2017-2018 год, когда мы стали чемпионами, все равно одно из ключевых приобретений, которое помогло нам стать чемпионами, это было приобретение Джефферсона Фарфана. Бесплатное, из Саудовской Аравии, игрок растренированный, но тем не менее мы его приобрели, и он нам завез это самое чемпионство, очень сильно, очень много помог. Совсем без вливания иностранных каких-то идей, ну, на мой взгляд, тяжело добиваться. Но при этом, ну, я не могу сказать, что идея вот в этой конкретной ситуации, в которой оказался российский футбол, отказаться от легионеров, она абсурдна, да, то есть пережить этот момент без легионеров, ну, вполне можно. Вот лично мое мнение, что футболисты, иностранцы, которые приходят сейчас в лигу, ну, они вообще не настолько сильнее, там, не знаю, российских футболистов, чтобы обязательно нужно было покупать именно иностранцев. Да, если посмотреть на то, кто приходит в Зенит, Зенит, который обладает просто несравнимыми возможностями по сравнению с Локомотивом по приобретению футболистов, но даже Зенит не смог найти себе нападающего и берет этого самого нападающего со скамейки Локомотива Уилсона и Сидора. Что уж говорить про Локомотив, да, если Зенит не может найти себе такого футболиста. Смотрим на ЦСКА, который покупает Давилу, который покупает Келвина, и честно, у меня не возникает ощущения, что эти футболисты прям настолько уж сильнее российских футболистов, российских аналогов, да, то есть вот Келвин или Сильянов. Ну, наверное, у Келвина, как у бразильца, есть определенные навыки, определенные качества там по тому, как тянет мяч вперед, как навешивает, как дриблет, но при этом у него есть и слабые стороны, которых, например, нет у Сильянова, плотность игры в обороне, игра под давлением и так далее. Пр Давилу мне вообще сказать нечего, на мой взгляд, пока, пока вот на данный момент Давила просто странный футболист, который через полгода, скорее всего, поедет в обратном направлении, потому что он выходит, его вообще на поле не видно, а даже узбек Фуйзулаев, выходя на эту же самую позицию, проявляет себя гораздо, гораздо ярче. Ну, в общем, примерно по всем командам можно так же сказать, кроме, наверное, Спартака, который действительно закупился хорошими, качественными футболистами, хотя даже Спартак в итоге купил Медину у ЦСКА, Динамо купила Краскаля у ЦСКА, то есть, опять же, все это внутри лиговые трансферы. Купить игрока из-за рубежа, извне, становится прям большой-большой проблемой для российских клубов, хорошего, качественно, топового футболиста. А футболисты средней руки, которых покупают клубы, ну, вот мы, в общем-то, Сулейманова купили. Можно было бы купить Пьеротом, купили Сулейманова в 10 раз дешевле. Разница между этими футболистами, ну, отнюдь не в 10 раз, уж поверьте. В общем, на мой взгляд, трансферная компания Долкомотива прошла не так плохо, особенно, если сравнивать по такому показателю, как стала ли команда сильнее после трансферного окна. То есть, вот если мы смотрим на Динамо, который покинул Норман, покинул Захарян, да, там пришел Караскаль, да, покинул Саба Сазонов, пришел Караскаль, пришел Биттелло, пришел Чавес из Мексики, но стала ли команда сильнее после этого трансферного окна. На мой взгляд, совокупная сила ушедших футболистов, она больше, чем совокупная сила пришедших. Про то, что Зенит стал слабее, жалуется Семак, он прямо говорит о том, что, ну, трансферная компания, она такая, какая есть, но Зениту тяжело, потому что заменить игроков, которые ушли, а это Малком, это Кузяев, Зениту просто не удается. И, по сути, да, у ЦСКА сколько народу ушло, и заменить их до Вилла с Келвином уж никак не могут. Спартак и Краснодар, наверное, вот среди наших конкурентов, это команды, которые скорее стали чуть-чуть сильнее после трансферного окна. И Локомотив, ну, уж точно, слабее не стал, даже несмотря на уход Исидора, но, как я уже говорил, при Иглоктенове Исидор и так особо не играл. Но мы добавили себе крепости в тех зонах, где раньше этой самой крепости у нас не хватало. Добавили Морозова, добавили Самошникова с Сильяновым, добавили Сулейманова на подмену Дзюбе. Где-то потихонечку еще немножечко дыр закрыли и стали еще чуть-чуть сильнее. Не так сильнее, как нам бы хотелось, понимаю, поэтому оценка колеблется между тремя и четырьмя баллами, уж точно никак не пятерка, но на мой взгляд играть с этим составом Локомотива можно и завтрашний матч для меня, завтрашний, для вас, возможно, сегодняшний, а может быть и вчерашний, можно и нужно. Вот. Думаю, что раскрыл все темы, о которых хотел с вами поговорить. Такой вот подкастово общительный вариант выбрал сегодня. Не буду делать никаких вставок, не буду делать никакого монтажа, просто выложу как есть, и будем готовиться к матчу с Оренбургом. Все, целую вас, пока. Субтитры создавал DimaTorzok